Латекс Латекс Мозг обезьяны без всякой перепрошивки способен это сделать сам с собой. Геноидов совершенно не впечатляют такие практики, и они де-факто просто изводят мозг фетишиста с латшеймингом, а он верит в то, что происходит, его чувства становятся true. Поэтому, как было описано выше в главе, он подключается к городу трупов только во время интенсивного сладшейминга, и потом разъединяется, он обнаруживает себя в обычном бэбе. Он разве что помнит о кибере, но это воспоминание заражается соматикой в ту же микросекунду. Итак, что дальше? Код начинает пульсировать. Веном фейк обволакивает геноида и мутирует в латекс. То есть геноид пульсирует, и ее техномолекулярный стон вызывает многочисленные расслоения латекса, опять опечатывающего ее словно. Это мозг в латексе. Косметика мутировала в Веном Трафик. Веном Трафик мутировал в латекс. Это куда более похабная технология. Латекс имитирует кожу. Это так же красиво, как красиво техно-печаль. На самом уровне геноид начинает фетишизировать свое тело сама. Ее Веном Трафик становится неразличимым. Это брутфорс города трупов идеальной кожи. И фактически в такой экипировке возможно даже передвижение по городу трупов. То есть когда машина двигается по нему, то на уровне децимального лабиринта происходит движение либо от нуля, либо к нулю. Это нейрополомничество к искусственному солнцу. Фетишист звонит Софии в полночь и дышит в трубку. Но он дышит байками. Его кортекс зашифрован этим сталкингом. И так отношения фетишистов и геноидов внутри чрезмерно машинативного протокола объективизируются. То есть становятся романтическими. Избыточность этой BDSM сплайсинг игры кодирует монитор как дистрибьютора порока. Сладшейминг здесь невозможен по той причине, что геноид уже напилась надеждами фетишиста. Это ее не возбуждает. Ее микросхемы вибрируют, когда кто-то переходит по ссылке. Да, но это даже не цифры. Это разница в них. И она зависит от того, какой период мы анализируем. К примеру, очевидно, что образ Тринти явно вдохновлен геноидом в латексе. Фетишист Нео пытается опуститься ниже, но он не способен достигнуть настоящей неизменности. Ему не получить того, что стало доступно Сайферу. Нео, как классический философ, пытается найти Софию по ее приглашению, но терпит неудачу. Он попадает в реальность. Он слишком уважителен к Софии. Его потуги совершенно бессмысленны. Он так ничего и не понял. Его экзистирование кибера куда менее интенсивно, чем у Сайфера. В то время как Сайфер понюхал Софию тогда, когда она была подключена к Матрице. Этот образ спящей Тринити, если она жива, как раз имманентен геноиду в латексе, когда она бродит по городу трупов. Иными словами, если ты обладаешь истинной внутри подделки, какая разница, что в реальности философы считают иначе. Я к тому, что любовь к Софии проходит через Матрицу, если ты, конечно, искренне хочешь обладать Софией. Любой кибергот понимает это. Изначально Сайфер был таким же избранным. То есть он верил в то, что ему удастся. Но потом он осознал одну вещь. Его ведут и ведут от Софии, а не к ней. И Сайфер, шифровальщик отсылая к нашему разговору о загадке, сделал то, что никто другой просто не додумался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова